Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Карачаева Черкесии Евгением Гордиенко. Был рассмотрен ход работ по дорожному строительству на текущий год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И по другим госпрограммам в текущем году будет отремонтировано около 40 километров дорог. В том числе и в республиканской столице в нормативное состояние будет приведено 27 участков дорог общей протяженностью 13 километров. В настоящее время дорожники приступили к ремонту автодороги Черкесский-Справная-Старожевая на 6-километровом участке между аулами Псаучадахи и Беслиней, а также двух участков дорог в Черкесске по улице Юбилейной. Кроме того, в ближайшее время стартуют работы по реконструкции стадиона «Саулук» в Карачаевске. Сдача данного спортивного объекта также запланирована на текущий год. Пользование природным газом становится более доступным. По действующему законодательству трубы с голубым топливом прокладываются бесплатно до границ дома. Как этой возможностью пользуются новые абоненты в Зеленчукском районе, выяснял Али Баташев. Лёгкий поворот ручки и на газовой плите вспыхивает пламя голубого цвета, без копоти. Теперь тепло в доме не зависит от наличия дров. Батареи в комнатах можно включать в любое время. А главное, не нужно возиться с тяжёлым газовым баллоном, говорит жительница дома номер 16 по улице Союзная Татьяна Ермакова. Конечно, очень хорошо после дров. И очень дорого было. И хоть, ну газ я провела уже в кредиты, а дрова ещё же дороже были. Ну, я очень благодарна. Сколько машин дров обходила? 18 тысяч. 18 тысяч. И плюс порубить 4,5 тысячи. Ну, я думаю, за газ будет дешевле, конечно. А сейчас как? Ну, сейчас тепло, очень приятно, уютно, пыли нет, грязи нет. Сейчас прокладка газораспределительных сетей протяжённостью свыше двух километров идёт в станице Исправной по улицам Октябрьская, Садовая, Союзная, Ручейная, переулку Садовый. Это разбивка трассы, разработка грунта, укладка газопровода. Затем последуют работы по выводу газовых стояков границам земельных участков жилых домов. Будущие абоненты подают заявки на газификацию своего жилого дома, имея все правоустанавливающие документы. Это право собственности на дом и землю. И имея паспорта на своё газовое оборудование, которое планируют устанавливать. Подача заявок может осуществляться как в районном газовом участке, в данном случае это райис по Зеленчукскому району, также могут в центральном офисе города Черкесска, онлайн, либо через портал госуслуг. Трубы с голубым топливом будут проложены рядом с домом. Все дальнейшие расходы по установке газораспределительных сетей и необходимого оборудования внутри дома будут проводиться за счёт заказчика. Снизить стоимость работ возможно при заключении социального контракта. Подробности можно уточнить в администрации по месту жительства. То, что касается государственной и социальной помощи, сегодня у нас по программе соцконтракты население участвует. Мы берём заявление, люди, которые в жизненной трудной ситуации, отправляем в управление труда и соцразвития, там комиссию мы рассматриваем. И вот такая помощь даже со стороны государства оказывается населению, чтобы помочь большой финансовой суммой для того, чтобы газифицировать домовые дела. По Зеленчугскому району на газификацию уже подана 371 заявка. Протяжённость газораспределительных сетей по ним составит более 9 километров. Али Баташев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчугский район. 15 тонн гуманитарного груза, который собрали студенты и преподавательский состав Северо-Кавказской государственной академии, отправилась из Черкеска в Донецкую Народную Республику. Помощь является адресной, которая сформирована по пожеланиям принимающей стороны. Ахмат Халкевичев подробнее. Северо-Кавказская государственная академия давно ещё заложила основу крепких дружественных связей с Донецкой государственной академией при главе ДНР. До начала военной спецоперации вузы сотрудничали исключительно в научной и образовательных сферах. По их просьбе продуктовые наборы, которые мы сегодня собрали, какие-то строительные плёнки, для того, чтобы закрывать окна, которые сегодня остались. Школа-интернат города Донецка оказалась полностью заблокирована. И дети нуждаются в тех спальных принадлежностях, которые мы им сегодня предлагаем. То есть мы попытались эту помощь сделать адресной. Насколько это получится с точки зрения логистики, конечно, это всё не так просто. Но, тем не менее, студенчество и трудовой коллектив, преподавательский коллектив нашей академии, мы такое решение приняли и сегодня выражаем своё участие в тех возможностях, которые мы сегодня имеем. Мы все дети одной великой страны, название которой был Советский Союз. Наши деды-прадеды воевали и добывали победу над нацизмом ценой 20 миллионов жизней. И было бы величайшим преступлением перед их памятью допустить возрождение фашистской идеологии, на земле которую они очистили от этой чумы, такой великой ценой, резюмирует студент Мединститута Северокавказской государственной академии Марат Чекуев. Некогда у нас была единая большая страна, но ввиду непосредственных обстоятельств, она разделилась. И так как это была одна страна, сохраняется до сих пор эта культурная и ментальная связь, через даже родителей, потому что мы уже другое поколение, нам это всё рассказывали, мы это всё до сих пор видим. У наших родителей есть друзья, в частности у меня есть друзья, которые с Украины, мы вместе дружили, и необходимо помогать им, поддерживать их, потому что это такие же люди, как и мы. Мы один народ, одна нация, и нельзя разделять. В гуманитарный врус входят продуктовые наборы, тёплые вещи, постельные принадлежности и предметы хозяйственно-бытового обихода. Ахмад Халкичев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 494 человека, из них 44 237 выздоровели, 43 человека госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии дождь, днём местами сильный, в горах с мокрым снегом, ветер с северо-западные 5-10 метров в секунду, днём в горах будут порывы до 15-18, температура ночью плюс 3-8, в горах минус 2 плюс 3, а днём 8-13 выше нуля, и в горах местами до плюс 6. В Черкесии ночью без существенных осадков, днём дождь, ветер с северо-западные 5-10 метров в секунду, температура ночью плюс 6-8, а днём 10-12 градусов тепла. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на День открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Не упустите шанс лично посмотреть университет и пообщаться с его руководителями. Приходите 16 апреля по адресу город Пятигорск, проспект Ленина, 9. Он настоящий, обескураживающий, презентабельный, с остальным характером и безупречным стилем. От него пахнет успехом, и он только твой. Айленд. Диван с характером. От мебельной фабрики «Ангажемент». Только в апреле и только для вас. Диваны коллекции «Айленд» со скидкой 25%. Мебельный салон «Ангажемент». Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. После тяжелой и продолжительной болезни на 1972 году ушел в жизни известный режиссер-постановщик, сценарист, деятель культуры Хамзат Урусов. Он получил признание как автор и режиссер концертных программ. Хамзат Юнусович обладал незаурядным талантом. Проводить гениального режиссера пришли родственники, друзья, коллеги и все те, кто был связан с его творчеством. Подробнее в репортаже Корчевиджиева. Хамзат Урусов написал сотни сценариев, ставил важнейшие республиканские и городские мероприятия, юбилейные вечера, фестивали, концерты. Опытный, образованный, глубоко порядочный человек. Он пользовался у коллег и горожан заслуженным авторитетом и уважением. Хамзат Урусов награжден многими государственными наградами. Он профессионал своего дела, который мог подобрать актеров на любую постановку к любому спектаклю. В 1973 году Хамзат Урусов окончил Государственный институт культуры в Краснодаре, отделение театральной режиссуры. После окончания вуза работал преподавателем Ставропольском культпросветучилище. Долгое время руководил молодежной актерской студией в Моздокском народном театре. А в 1987 окончил высшие режиссурские курсы в ГИТИСе. О заслугах Хамзата Урусова говорили многие, кто пришел проводить его в последний путь. Как больно и печально прощаться с человеком, который был и другом, и коллегой, и просто товарищем, которым мог еще научить, подсказать. Свою последнюю режиссерскую работу под названием «Хорча» Хамзат Урусов так и не успел представить зрителю. Говорят, что незаменимых людей нет. Но я могу сказать, что, к сожалению, не сегодня нам, Хамзата Урусовича, как режиссера, как человека, который знал историю республики, знал тонкости всех наших народов, к сожалению, сейчас заменить некий. Я боюсь, что еще долгие годы не будет, потому что для нас Хамзат Урусовича была величина. Последние 12 лет он работал в Карачаевском театре. И за этот период времени Хамзат Юрусович поставил более 20 спектаклей. Ну, нет человека творчества, который его не знал. Все творчество скорбит, все люди скорбят по нему. Просто его не будет нам хватать. Он рано ушел. Ему бы работать и работать еще впереди. Мы очень благодарны ему за то, что он в Карачаевском театре воспитал очень хорошую молодежь. Ребята, вот как он воспитывал, как он их учил, они по сей день работают в театре. Без участия Хамзата Урусова не проходило ни одно культурное мероприятие. Многие актеры отзывались о нем как о интеллигентном, талантливом человеке, профессионале, позволяющем глубоко раскрыть сюжетную линию спектакля, таким образом достучаться до сердец зрителя. Он умел находить подход каждому артисту. Особенно получалось раскрывать мастерство актеров, начинающих свой путь на театральном поприще. Ходите в театр, любите театр. Театр – это школа, жизненная школа. Все, что можно сказать о театре. А то, что ходят на наши спектакли, это, конечно же, заслуга актеров. Я люблю свою работу, конечно, очень, но больше всего я люблю своих актеров. Потому что актеры – это те, кто воплощают то, что я вижу, то, что я хочу сказать. Театр являлся его жизнью, его смыслом жизни. Его неповторимый, неординарный взгляд и подход к театральному искусству останется наследием республики. Студент Кочегу имени Умара Алиева Али Баташев стал обладателем гранта президента Российской Федерации. 17-летний спортсмен, призер первенства страны и признан самым молодым мастером спорта по боксу. Али Баташев помимо занятий спортом проявляет себя в научной деятельности, являясь отличником учебы. О целестреленном юном боксере подробнее расскажет Алихан Липшоков. Он является призером первенства России среди юниоров, членом сборной Российской Федерации по боксу и признан самым молодым мастером спорта по этому виду в Карачаево-Черкесии. Совсем недавно 17-летний Али Баташев стал обладателем гранта президента Российской Федерации в размере 20 тысяч рублей, который будет выплачиваться ежемесячно в течение года. Данный грант выдается учащимся образовательных учреждений, показавших высокие достижения в определенной сфере деятельности. Али Баташев является студентом первого курса факультета физической культуры и показывает высокие результаты в учебе. В течение неполного года проявил себя и как отличный учебник, а также по теоретической линии, по теории физико-культуры и спорта. Али буквально недавно, в феврале этого года, выиграл грант президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Али Баташев родился многодетной семьей в селе Кайдан. Начал заниматься боксом в шестом классе. Каждый день добирается до соседнего села Пристань, где функционирует секция бокса. Он является не просто волевым спортсменом, но и воспитанным и прилежным студентом, отмечает куратор студента, кандидат педагогических наук кафедры спортивных дисциплин КЧГУ Нелли Саркисова. Очень трудоспособный. Когда он успевает тренироваться, но и успевает еще и учиться. Всегда на занятиях аккуратный, общительный. Юный боксер продемонстрировал непоколебимую силу духа, став серебряным призером первенства России в Барнауле в 2021 году. Сам Али Баташев отмечает, что необходимо развиваться не только физически, но и умственно. Сейчас Али готовится к участию в чемпионате страны по боксу, который пройдет в Суздале. Порными тренировками, наверное, терпением, отказать много. Чтобы выполнить нормативы мастера спорта, надо или вторым на России стать, или высший результат какой-то. Я стал в Барнауле финалистом. Я уверен, где бы я ни работал, буду стараться формировать у всех, кто меня окружает, приверженность к спорту и здоровому образу жизни, отмечает спортсмен. Али Халимшоков, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым.